Каких-то шедевральных фильмов ужасов в 2021 году мы так и не дождались, но тем не менее, сегодня мы дополним первую часть этого топа еще 10 наиболее смотрибельными кинолентами в жанре. Ссылку на предыдущий ролик найдете в описании и не забываем о подписке на канал. Поехали! 10 место. Зло 94. Фильм состоит из нескольких новелл, каждая из которых рассказывает короткую историю ужасов. По сюжету, в 1994 году группа бойцов спецподразделения врывается на заброшенный склад в Лос-Анджелесе, где обнаруживает картину жуткого массово-ритуального убийства, а также кассеты VHS с очень пугающим содержимым. 9 место. Никто не уйдет живым. Нелегальная эмигрантка из Мексики по имени Эмбер снимает комнату в ветхом доме, где, как утверждает владелец, нет никого, кроме него и еще одной квартирантки. Девушка пытается купить документы, необходимые для получения хорошей работы, поэтому экономит каждый цент. Но помимо этих проблем, ее начинает тревожить еще одна. Кажется, дом населяют призраки, а владелец явно что-то скрывает. 8 место. Подводный дом. Видеоблогеры Тина и Бен путешествуют по миру, снимая старые заброшенные здания. Решив впечатлить подписчиков, они приезжают в регион на юго-западе Франции, известный частыми наводнениями. Их цель – погрузиться с аквалангом на дно водоема, где, как говорят, сохранился целый особняк, таинственным образом не подвергшийся разрушению. 7 место. Клоустрофобы 2. Лига выживших. Сиквел успешного хоррора, вышедшего двумя годами ранее. Зои и Бен пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том самом садистском испытании. Но вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказывается в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз. Игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю. 6 место. Календарь дьявола. Бывшая танцовщица Ева теперь прикована к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на Рождество старинный деревянный календарь. Оказывается, что каждый из окошек календаря содержит подарок – исполнение желания. Но каждое желание имеет свою цену, а приняв условия игры однажды, отказаться от нее уже невозможно. А ставки с каждым днем все выше. 5 место. Предостережение. Британская лента, которая вышла еще в 2020 году, но до нас дошла только в 2021. Айзек соглашается на приглашение друга провести за деньги несколько дней в доме с его племянницей Ольгой, страдающей психическим расстройством. Мать девушки пропала, а отец покончил с собой. По прибытии выясняется, что дом находится на острове, и Айзеку придется надеть на себя цепь, которая ограничивает передвижение по дому, так как Ольга боится, что кто-то зайдет к ней в комнату. И почти сразу в запущенном жутком доме начинают происходить еще более необъяснимые вещи. 4 место. Олень и рога. В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, с ними произошел таинственный случай. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из ее учеников, 12-летнего Лукаса Уивера, дома явно нездоровая атмосфера. Мальчик рисует страшные картинки, рассказывает пугающие истории и ведет себя очень странно. 3 место. Паранормальные. Весьма монотонный, неспешный, а моментами очень криповый хоррор норвежского режиссера Эскеле Вокта. В центре повествования группа детей, которые по неизвестной причине обладают сверхъестественными способностями. О потенциальном исходе такого расклада для их окружения и самих героев, наверное, говорить будет лишним. 2 место. Адский ад. Комедийный ужастик о бывшем военном по имени Рекс, который оказывает сопротивление преступникам во время ограбления и спасает почти всех заложников. Однако в перестрелке погибает сотрудница банка, поэтому героя отправляют в тюрьму на 8 лет. Когда Рекс выходит на свободу, то понимает, что у него сложилась неоднозначная репутация. Одни считают его героем, а другие психом. Чтобы скрыться от этого хаоса, мужчина отправляется в Финляндию, где надеется обрести спокойствие, однако сразу же попадает к безумной семейке. Первое место. Прошлой ночью в Сохо. До последнего ломал голову, в какой итоговый ролик определить эту картину, но поскольку элементов ужастиков здесь было в достатке, всё же решил оставить её в этом списке. Подробно о творении Эдгара Райта мы рассказывали в нашем обзоре по свежим впечатлениям, ссылку оставим в описании и обязательно посмотрите. Как и первую часть этого топа, а уже через неделю мы продолжим подводить итоги года по лучшим фильмам. Смотрите только хорошее кино и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok